С 2007 по 2016 год на экранах транслировали телесериал Гончие, который рассказывал о работе по розыску сбежавших преступников. За все время существования проекта было отснято и показано 6 сезонов. В этом сериале снялось много известных на данный момент актеров. К сожалению, некоторые актеры, снявшиеся в этом сериале, уже ушли из жизни. В этом видео я предлагаю вам вспомнить их. Рекомендую вам подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Юрий Слауциндж сыграл Василия Корфидова. У актера довольно богатая фильмография, но в основном он играл небольшие роли в сериалах. Юрий Слауциндж ушел из жизни 23 декабря 2013 года. Ему было 56 лет. Причиной смерти актера стал рак горла и легкого. Актер покоится в Риге. Мать Макса сыграла Светлана Немировская. Эта актриса снималась в кино с 1981 года. В ее фильмографии не так много работ. Светлана Немировская не была широко известной актрисой. В основном она играла небольшие роли в сериалах. Актриса покинула этот мир 7 ноября 2007 года. Ей было 43 года. Причиной смерти стал рак. Светлана Немировская покоится на южном кладбище в Санкт-Петербурге. Роль адвоката досталась Тихону Оськину. Он сыграл всего 12 ролей в кино, и все они были небольшими. Основной работой Тихона Оськина был театр. Актер скончался 8 декабря 2012 года. Ему было всего 38 лет. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Тихон Оськин покоится в Ленинградской области. Александр Степин сыграл опера по фамилии Зацепин. Актер был довольно популярным и востребованным. За все время карьеры он сыграл более 90 ролей в кино и сериалах. А также играл на сцене театра в Балтийский дом, театра комедии имени Акимова и в других. 27 августа 2015 года Александра Степина не стало. Причиной смерти стал инфаркт. Он покоится в родном городе Волжский. Валентине Егоренковой досталась эпизодическая роль в сериале «Гончи». Валентина Егоренкова была актрисой Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета. И на его сцене она играла с 1967 года. Также она снялась более чем в 60 фильмах и небольших ролях. Валентина Егоренкова завершила свой земной путь 20 апреля 2010 года. Ей было 64 года. Покоится актриса на Ковалевском кладбище Ленинградской области. Частного детектива Алексея Манеева сыграл Леонид Осокин. Актер был известен по роли Юрия Голицына из сериала «Ментовские войны». Леонид Осокин сыграл более 20 ролей. Это были небольшие роли в сериалах. Актер покинул этот мир 16 августа 2010 года. Ему было 40 лет. Покоится Леонид Осокин на Южном кладбище Санкт-Петербурга. Вахтершу в общежитии сыграла Галина Собурова. Актриса снималась в кино с 1980 года. Она сыграла около 80 небольших ролей в кино и сериалах. 11 декабря 2016 года Галина Собурова покинула этот мир. Ей было 78 лет. Владимир Абрасимов исполнил роль генерала Семена Дмитриевича Бородина. Этот актер появился в первой, второй, третьей и пятой частях сериала. Помимо съемок в сериале «Гончий», Владимир Абрасимов снялся еще в трех фильмах. С 1975 года и до конца жизни актер играл на сцене уфимского русского драмтеатра. Владимира Абрасимова не стало 15 августа 2018 года. Ему было 69 лет. Вадим Гущин сыграл Александра Ивановича. Вадим Гущин был очень популярным актером и за годы творчества успел сыграть более 100 ролей. С конца 90-х актер начал активно сниматься в российских сериалах. В 1997 году он сыграл главную роль в ленте «Санчо с Ранчо». Также он дублировал зарубежные фильмы на русский язык. Вадим Гущин завершил свой земной путь 1 ноября 2014 года. Ему было 56 лет. Причиной смерти стал рак. Актер покоится на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Дядю Колю сыграл Игорь Сергеев, карьера которого началась с главной роли в ленте 1992 года «Чекист». Всего актер сыграл более 60 ролей в кино и сериалах. Некоторые из ролей были главными. Игорь Сергеев ушел из этого мира 20 ноября 2016 года. Ему было 56 лет. Веселого сыграл Сергей Куницкий, который был актером кино, театра и дубляжа. Всего Сергей Куницкий сыграл более 50 ролей. А также с 2014 года служил в Губернском театре Москвы. Сергея Куницкого не стало 12 августа 2020 года. Ему было всего 35 лет. Причиной смерти актера стали проблемы с сердцем. Александру Блоку досталась роль Кирилла Кирилловича. Александр Блок был известным актером. За все время творчества он сыграл более 70 ролей, среди которых было много главных. Также он играл на сцене Санкт-Петербургского театрального центра на Коломенской. Александр Блок скончался 18 апреля 2015 года. Ему было 59 лет. Причиной смерти стал рак легких. Актер похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Бандита сыграл Андрей Погребинский. Он был известен по главной роли капитана полиции из сериала «Ментозавры». Большое количество фильмов, в которых успел сняться актер, еще находятся в стадии производства. Всего Андрей Погребинский сыграл более 50 ролей в кино. Актера не стало 2 июня 2021 года. Ему было 45 лет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok